МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Россия. Вместе Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Главные события уходящего понедельника, 10 июня, в нашем выпуске. В правительстве области сегодня прошло главное совещание недели. Расскажем о ключевых темах со штаба по развитию региона. Курс на зеленую энергетику в последние годы держат не только регионы, но и крупные компании, как РЖД внедряет в свою работу ветросолнечные станции, выяснила Грина Шмыгова. По центру Ульяновска крестным ходом прошли сотни верующих. Покажем, как в областном центре встретили главную святыню нашего края. И бульвар снова собрал тысячи гостей, 20 часов живой музыки, мастер-класс и огромное количество вкусной еды. Чем удивляли еще? Итак, сегодня в правительстве области провели традиционный штаб по комплексному развитию региона. Среди ключевых тем – ход реализации национальных проектов. Один из самых важных – здравоохранение. Также главе региона доложено о темпах до газификации в СНТ. А сам Алексей Русских подвел итоги работы ульяновской делегации на площадках Петербургского экономического форума. Сразу 11 важных соглашений заключила Ульяновская область на площадках экономического форума, который прошел в северной столице России. Каждый документ направлен на научно-техническое, культурное и торгово-экономическое сотрудничество. На площадке форума также обсудили перезапуск завода по производству автопокрышек, который расположен в Ульяновске. В ходе встречи с руководством компании «Эсфордский капитал» обсудили сроки перезапуска завода в Кирпиану Ульяновске, когда бывший завод в Петербургском. В этом году также возможности реализации других инвестпроектов. С генеральным директором Бочды России, Мфеем Губерчим Волковым, мы подписали соглашение о открытии в нашем регионе централизованной группы, это счетозаклад, будет создана еще дополнительно 200 рабочих мест. Эта неделя в регионе проходит под эгидой национального проекта здравоохранения. Упор будет сделан на диспансеризацию. Ранее выявление патологии является залогом для успешного лечения пациента. Основной упор делается на население трудоспособного возраста, о чем говорил Алексей Юрьевич Русских, то, что нужно сейчас медицинские организации приближать к рабочему месту наших пациентов, чтобы все, так скажем, проходило оперативно и быстро. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил расширить программу догазификации и включить в нее садоводческие товарищества. В регионе эта работа продолжается. В план-график догазификации включены уже более 2000 домовладений. У нас на территории области находится 223 садовых некоммерческих товариществ, из них 150 в границах населенных пунктов, которые газифицированы, и 73 в границах населенных пунктов, которые еще не газифицированы. В настоящее время в наш адрес была направлена информация по 60-ти некоммерческим садовым товарищам в полном объеме. На штабе по развитию региона Алексей Русских также заявил об увеличении доходной части областной казны. Бюджет вырос на 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Часть этих средств будет направлена на открытие в новой жизни нового поликлинического отделения. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Донести правду. В Ульяновске побывала делегация ветеранов вооруженных сил и участников боевых действий в ДНР и ЛНР. Гости приехали для того, чтобы пообщаться с ульяновской молодежью и рассказать о своем видении событий, которые происходят в наши дни. Игорь Кранцев продолжит. Гости из ДНР встретились с руководством ульяновского региона и обсудили вопросы сотрудничества. В первую очередь в сфере патриотического воспитания молодежи. Кроме того, представители новых российских регионов вместе с членами ульяновских общественных организаций возложили цветы к памятнику Дмитрию Разумовскому в центре Ульяновска. Дать понять, что там происходит, потому что очень тяжело понять, пока ты сам не приедешь, не объяснишь. Тем более сегодня ветераны с нами здесь, настоящие герои Донбасса, которые прошли путь тот самый с 2014 года. Среди тех, кто приехал в Ульяновск, генерал Владимир Бакин, экс-командующий Московским военным округом и бывший заместитель командующего сухопутными войсками России. Однажды Владимиру Юрьевичу довелось руководить парадом ко Дню Победы на Красной площади. И это не первая поездка по регионам, организованная Фондом защитники Отечества. Молодые ребята, они для них, не знаю, это икона. Поэтому вот так и нужно. Обмен мнениями, ездить туда, как вот мы ездили последний раз в Благовещенске, в Камурской области, в столицу. Ансамбль ровесники, в котором я имел честь раньше участвовать, принимать участие, теперь едет на гастроли туда, в Донецк, понимаете? И это здорово. Это воспитывает и молодежь, и там, и здесь. Побывали гости и в спортшколе имени героя России Дмитрия Разумовского в Заволжье. Там проходили соревнования, в которых помимо юных ульяновских спортсменов участвовали и их сверстники из Донецкой Народной Республики. Это наш первый фестиваль дружбы между главой ДНР и главой города Ульяновска, посвященный Дню России. Наши гости приехали из ДНР, ехали долго. Кроме того, делегация побывала и в Ульяновском доме молодых, где прошла встреча с активистами молодежных движений Ульяновска, а также урок мужества. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вест Ульяновск. Сегодня Ульяновская область уверенно держит курс на развитие зеленой энергетики. На возобновляемые источники энергии переходят и российские железные дороги. Экономить ресурсы компании теперь помогает ветросолнечная электростанция. Установку разработали местные инженеры, а воплотить идею в жизнь помог конкурс инновационных проектов. Слово Ирины Шмаговой. Ветросолнечные электростанции, разработанные ульяновскими инженерами, помогают экономить ресурсы российским железным дорогам. Установка, которая вырабатывает электроэнергию из энергии света и ветра, размещена на крыше ульяновского ЖД вокзала. Вырабатывать электроэнергию позволяют ветрогенераторы солнечной батареи российского производства. Благодаря такому симбиозу станция работает и днем, и ночью. Причем в этой установке генератор, в отличие от тех, которые используются в первом в России промышленном ветропарке, вертикального типа. Он работает даже при слабом ветре. Уникальность данной станции заключается в генераторе самой установки. Он состоит из композитных магнитно-мягких материалов, которые позволяют вырабатывать электроэнергию намного лучше при низких скоростях ветра, чего у конкурентов в принципе нет. Мощность электростанции 4,5 киловатта. Этого достаточно, чтобы практически круглосуточно питать информационное табло на вокзале. Если наша электростанция вырабатывает электроэнергии больше, чем нужно на питание информационного табло, то лишняя электроэнергия попадает обратно в сеть в РЖД. Там рядом подключен свет, розетки и прочее в зале ожидания. Но главное – это, конечно, экономия. До миллиона рублей за счет работы гибридной электростанции. Установка, разработанная ульяновскими инженерами, размещена и на Самарском ЖД-вокзале. В планах авторов проекта производить до 8 электростанций в год. Осуществить идею инженерам помог конкурс инновационных проектов, который уже третий год подряд проводит РЖД и правительство области. В этом его участники могут получить 15 миллионов рублей. Есть запросы в части использования искусственного интеллекта при изучении технического состояния путей и переходов. Есть запросы на использование роботизированной автоматизированной системы в ручном труде. Подать заявку на конкурс можно до 11 июня. Имена разработчиков, которые получат средства на реализацию своих проектов, станут известны уже через месяц. Ирина Шмыгова, Игорь Васильев и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. В Ульяновске встретили главную святыню нашего края – Казанскую Жадовскую икону Божьей Матери. Крестный ход с чудотворным ликом Богородицы возглавили митрополит Симбирский Двоспасский Лонгин, епископ Барышский Индинский Филарет, а также епископ Меликесский Чердоклинский Деодор. К шествию присоединились больше тысячи верующих. Рассказывает Татьяна Дудина. От поклонного креста на месте уничтоженного в 30-е годы 20-го века Троицкого кафедрального собора Симбирска начался крестный ход с чудотворным образом. Я думаю, что, собственно говоря, каждый крестный ход – это некое исповедание, или, как говорили, сказали бы в 19-м веке, оказательство нашей веры. И крестный ход, помимо всего прочего, когда мы со святынями идем по городу, в котором живем, призван к тому, чтобы освещать пространство вокруг нас. Казанская Жадовская икона Божьей Матери была явлена в 17-м веке на роднике села Жадовка. Первое принесение образа с крестным ходом в Симбирск состоялось в 1848 году ради избавления от эпидемии холеры. Болезнь отступила, а благочестивая традиция крестного хода с иконой сохранилась вплоть до 1924 года. Тогда обитель была закрыта и разграблена. В период гонений на церковь икона хранилась у благочестивых христиан, и лишь в 2004 году крестный ход с ней был возобновлен. Верующие прошли по центральным улицам города до Спаса Вознесенского кафедрального собора. Участие в крестном ходе приняло более тысячи человек. О чем хотели бы Божьей Матери помолиться сегодня? О мире, чтобы мир у нас побыстрее наступил. На Ваш взгляд, для чего такие крестные хода необходимы для жителей города, для нашей страны вообще в целом? Чтобы сплотить всех, чтобы все верили. Если мы будем все дружно молиться, наша молитва быстрее дойдет для Господа. Для участников крестного хода была организована полевая кухня, а в Кафедральном Спаса Вознесенском соборе архипастори Симбирской митрополии соборно совершили божественную литургию. Чудотворная Казанская Жадовская икона Божией Матери будет находиться в Ульяновске до 2 июля. Татьяна Дудина, Сергей Николаев, Юрий Конихин. Вести. Ульяновск. Старинный праздник окончания весенних полевых работ. У Чувашию носят название Акатуй, а татары и башкиры называют этот день Сабантуем. В этом году два народных торжества в Ульяновске совпали и пришлись на 8 июня. Погода внесла свои корректировки в торжества, но настроение собравшимся не испортило. Этот праздник берет свое начало в глубине веков, но и в 21 столетии не потерял свою актуальность. Акатуй у Чувашии издревле считался днем окончания весенних полевых работ. В 2023-м здесь и народные костюмы, и поделки, и угощения. А веселый хоровод с национальной музыкой увлек всех, вне зависимости от возраста и должности. Торжества проходили в Парке Победы и собрали более 5000 человек. Это и жители Ульяновской области, и гости. Акатуй исторически сплачивает Чувашскую общину и все народы Волжских берегов. В этот день всегда съезжаются не только творческие коллективы, спортсмены, ремесленники и зрители из нашей области, но и представители Чувашской республики и гости из других регионов России. Этот праздник можно смело назвать праздником дружбы и единения. А еще Акатуй – это символ трудолюбия. Хорошо потрудились на посевной, значит и урожай должен быть богатым, говорят аграрии. Те же слова можно отнести и к татарскому Сабантую. Он тоже символ окончания посевной. Главная сцена парка Винновская роща стала местом проведения праздника в железнодорожном районе. И это уже традиция, она насчитывает полтора десятка лет. У мусульманин должно быть в голове, на языке, в руках, в сердце. Вот это мир, милость. Сегодня праздник, сегодня еще раз все люди должны увидеть, что мы дружелюбные, что мы всех любим. И чтобы этот праздник сегодня не заканчивался, а продолжался всю оставшуюся жизнь. Однако в программу праздника все же внесли изменения. Вынужденно. Дождь разгулялся в самый разгар торжеств, но, похоже, на настроение не повлиял. Желали, чтобы урожай был в этом году лучше, чем в предыдущие годы. Желали мира, добра и процветания. У нас сейчас на Ипподрове проходит чувашский праздник, Акатуй, а в железнодорожном районе в Сабату. Несмотря на погоду, настроение хорошее, люди пришли, чтобы приятно провести время. Игорь Крамцев, Михаил Державин, Вести Ульяновска. 20 часов живой музыки, различные мастер-классы и много еды. Пятый юбилейный фестиваль «Бульвар» собрал рекордное количество гостей. В этом году «Бульвар» развернулся на эспланаде, где накануне в полдень начали работу предпринимателей из разных регионов страны. Адыгейские сыры, изделия из кожи, фарфоровая посуда, авторские игрушки и не только богатый выбор блюд представили и кулинары. Здесь же десятки площадок для активного отдыха, а также мастер-классы для детей и взрослых. Но главное – это, конечно, музыка. Больше 20 часов артисты со всей страны радовали ульяновцев разнообразным репертуаром. Специальным гостем фестиваля в этом году стала автор нашумевшего хита «Стрелы», который певица исполнила вместе с юными поклонницами. А завершил музыкальный вечер Женя Трофимов и группа «Комната культуры». О том, что межрегиональный опен-эйр полюбился ульяновцам, говорит большое количество гостей, которое с каждым годом только растет. Ну а все выпуски вестей доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на сайте gtarkadiefisvolga.ru. Оставайтесь с нами. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 11 до 16, в Ульяновске от 14 до 16 градусов. Завтра днем по области 30-35, в Ульяновске 31-33 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова